Срать его в вашем доме, в вашем детстве, на даче, у вас. О том, каким будет праздничный салют в Москве 9 мая, он будет напоминать, как говорит московский комсомолец, дорогое лазерное шоу. Так, возвращаемся к российской газете. Здесь публикуются итоги работы Владимира Путина в должности президента России. Именно 7 мая 2000 года, вот аккуратно день радио, да, он впервые занял этот пост. Журналисты вспоминают и плохое, и хорошее, например, изменение срок службы по призыву запуск, запуск ипотечных механизмов и трагические события в нашей стране. Ну, все подробности в российской газете. Я взглянула в вечернюю Москву, эту газету, и вот что вижу. Статья называется «Госэкзамен стал реалистичнее». Нет, в этом году ЕГЭ по математике, например, разделился по уровням сложности. Об этом вчера сообщил руководитель Федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по математике. Разделили его на базовые и профильные уровни. Если, например, вы собираетесь поступать на филологический, то нужно давать только базовый, если на экономический, то профильный. Можно давать и два уровня. В общем, все подробности в вечернюю Москву. Читайте. И еще здесь информация о том, что в метро, это на скучам и гостям столицы обращения, можно купить юбилейные билеты, запущенные в честь Дня Победы Великой Отечественной Иване. На лицевой стороне красного праздничного билета надпись «Победа 70 лет», символ праздника. На оборотной стороне город-герой Москва «70 лет Победы». Ну а известие знакомит нас с вами с законопроектом, очередным направленным на борьбу с коррупцией. В нем есть такая идея. Бывшие чиновники в течение трех лет после того, как покинул госслужбу, должны, но тем не менее, декларировать свои доходы и расходы, данные об имуществе, и предоставлять сведения о материальном состоянии супругов и совершеннолетних детей. То есть, чтобы отложенных платежей не было. До конца мая этот законопроект должен быть внесен в Госдуму. Московский комсомолец к 70-летию Победы сегодня публикует статью «Солдаты возвращаются через интернет». В ней, в частности, рассказывается о том, как можно найти в интернете информацию из рассекреченных военных архивов, касающуюся ваших родных и близких. Например, это проект «Победители», в котором есть данные и о ходе войны, и специальное средство поисков ветеранов победителей.ру. Проект ОБД «Мемориал. Подвиг народа» также дают возможность и открывают доступ ко многим важным документам, касающимся Великой Отечественной войны. Так что считайте «Московский комсомолец», ну и пользуюсь случаем еще раз наступающим юбилеем Победы вас. Спонсор программы «Берлин Хемиан-Маринь». День Айт-Центр! Сегодня день радио! Я вот тут даже речь на бумаге приготовил. Нам Попов радио в этот день подарит. Поэтому желаю всем радиоактивным людям, ну в смысле всем тем, кто на радио работает, креатива и позитива. А пока примите подробную сводку погоды. Пока вы еще соображать можете. Итак, сегодня, 7 мая, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. Ветер восточный и юго-восточный 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80-95 процентов. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Это таки все, центр. Конец. Связи на 101,6. Прогноз погоды на радио Ростова, господа. Реклама меньше минуты. Налета от центра Ростова-на-Дон-Юг на мечниково-112а поздравляет всех с майскими праздниками и объявляем всю общую автомобилизацию. Только с 1 по 31 мая этого года. Сокрушительные предложения. Вам одну... Сокрушительные влажность. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Диви-де-де-де-де-де. Диви-диви-де-де. Адруг. Да-да-да. Диви-де-де-е. Диви-диви-де-де. Продолжение следует...